Взз 114 Золото на старте, но обещают буквально через пару часов скинуть цену до 18, если его не будут разбирать, то потом еще на 2000 до 16, ну и таким образом до окончания первой волны, либо до тех пор, пока машину не разберут. Когда я смотрю на Взз 114 9 уровня средний танк коллекционный за 20 тысяч и при этом вижу десятку, которую продают сходу за 15 с половиной и обещают снизить цену еще на немало полторы тысячи голды, Я для себя начинаю вспоминать анекдот про то, как две бабушки на базаре торговали сметаной, одна продавала по 50, а вторая по 150, и у того, у которой по 50 практически пустая кастрюлька, к которой подходит мужик, покупает оставшуюся сметану, И бабушке, которая продавала сметану дороже, говорит, вот учитесь, как продавать надо, кто же у вас брать-то будет за 150, благополучно уходит, при этом бабушка, которая продавала сметану подороже, пересыпает свою сметану в соседнюю кастрюлю и говорит, Люба, ты видела, этот щегол будет нас коммерции учить. Я к чему рассказываю? Рассказываю к тому, что разработчики не просто так выставили за 15 с половиной десятку и при этом выставили на ВЗ ценник в целых 20 косарей, при этом, ребят, обещают снижать по целых 2000, они понимают, что в первую очередь, скорее всего, игроки будут брать себе десятки, ну и таким образом раскупят пиранью, ну а кто уже захочет, то тысяч за эндок 16, а может даже и за 14, кто его знает, приобретет себе ВЗ-114. Что касается ценника, безусловно, 20-ку машина не стоит однозначно, да даже за 18 я бы ее себе не брал. Дело в том, что в ВЗ машина неоднозначная и сказать точно, кому она подойдет, а кому нет, мне в данном случае очень сложно. С одной стороны, у нее есть очень хорошая броня, как вы видите, по башне очень хорошо забронирован лоб, есть хорошие углы склонения по щекам, есть очень хорошие бодрые углы склонения по верхней части и есть абсолютно приемлемо картонные. Я бы так его называл, нижний бронелист. В этом отношении машина вполне себе добротная и сказать, что это прям хлам, я не могу ни в коем случае. Даже если вы вот так вот ромбом будете отыгрывать, то здесь все равно есть какая-никакая приведенка, и эта какая-никакая сводится практически к 300 единицам. По-моему, очень даже неплохо. Есть, правда, вот такой вот пятачок, который могут выбивать здесь с 265 миллиметрами, но это прям снайперам надо быть. В основном выцеливают комбашню, которая не сильно хорошо забронирована и действительно пробивается. Что касается сравнения с другими машинами. Я бы не сказал, что здесь такое большое количество машин, как, допустим, на 10 уровне, а уж тем более, как на 8. И здесь, ребят, стоит отметить, что по WZ-114 очень много вопросов. Первый вопрос сразу возникает в отношении его ДПМа. Как видите, один из худших ДПМов на уровне, при том, что у него очень классная альфа в 470. Все сводится к проблеме в виде времени перезарядки. Целых 13 секунд. Как вы видите, малое количество машин имеют даже схожий показатель. Есть только одна машина, которая хуже по показателю. Это у нас Компанзер 70. Но это совсем другая история. Здесь альфа в 560. И хотя бы в этом случае я понимаю, за что такое время перезарядки. При альфе в 470 иметь 13 секунд перезарядки. Тогда, когда WZ-111 модель 1.4 имеет время перезарядки меньше 12 секунд. А альфу всего лишь на 10 единиц меньше. Тогда, когда есть в 12 с копейками секунд 50 ТП проходная машина, которая имеет 460, опять-таки на 10 единиц меньше альфы. У меня возникают вопросы, зачем? Зачем поставили такую альфу с таким временем перезарядки? Неужели нельзя либо альфу повысить, либо время перезарядки понизить? Ну ладно. Какие характеристики есть, такие и есть. Обсуждаем то, что видим и будем катать то, что имеем. Скорость. Оставляет желать лучшего. 32 километра 14 назад. Как вперед, так и назад. Машина двигается не очень бодро. И это очень сильно удручает в боях. Что касается доходности. У меня нет данных по доходности в данной таблице. Но я скажу откровенно. Где-то процентов 86. Скорее всего. Вот точно так же, как у Е75. И так далее. Дело в том, что коллекционки не фармят, ребят. И ожидать от них какого-то коэффициента фарма не приходится. Коллекционки покупают для удовольствия. Плюс к тому, коллекционки могут нерфить. Что касается процента по победам. Не сильно пользуется популярностью машина. И при этом имеет практически 55%. Я бы сказал, что в целом это плюс-минус близко к правде. Потому что машина хорошо забронирована. Она неплохо живет в боях. Особенно если вы умеете играть на тяжелой технике. Которая обладает определенными нюансами. И конкретно на данной машине вы прочувствуете данные нюансы. Что касается характеристик по орудию. С учетом того, что я на него поставил соответствующую амуницию, оборудование. Ну, в общем, ребят, не сильно весело. 3,5 секунды время перезарядки. В целом нормальная заявленная цифра. Но что это мы посмотрим в бою. Потому что по факту цифры очень сильно порой отличаются от реальности. Что касается разброса. Великоват разброс. Урон мы уже с вами обсудили. В минуту, которая хоронится абсолютно полностью. Просто безумным временем перезарядки. С учетом того, что у меня здесь, ребят, стоит, между прочим, орудийный досылатель. А вот здесь у меня в амуниции есть еще дополнительное улучшение времени перезарядки на целых 0,6 секунды. И при этом всем, ребят, все равно орудие продолжает постизать их в отношении ДПМ. Ну, альфа. Альфой. Что касается пробития. В целом нормально играется. Что касается угла складения орудия вниз. Минус 9. Действительно приятно. Действительно комфортно. Стоит, ребят, также отметить, что вот здесь вот в оборудке я поставил себе на дополнительную броню на всякий случай. Хотя вы можете себе поставить здесь уже по желанию улучшенную сборку. И таким образом вы сможете повысить себе прочность вашей техники на 132 единицы. И я еще вот здесь вот добавил себе дополнительных 132 единицы за счет усиления навесной защиты. Короче говоря, здесь как ставить. Решайте сами. Машина с одной стороны броней обладает, а с другой стороны лишняя хп-шка ей не помешает. В общем, здесь на любителя. Ну что, друзья. Берем машину и поехали попробуем покатать ее в реальном бою. Итак, друзья. Поехали. Ну и, соответственно, первое, что мы с вами будем заценивать, это подвижность машины. На месте она вращается крайне уныло. Что касается набора скорости, то оставляет желать лучшего. Ну а что касается ее максималки, то хочется в два раза лучше. Хотя бы в два раза. Как вы видите, тот же самый ИС-5, тот же самый Каумф Панзер далеко уже уехали от нас. Мы по всем задних пытаемся подтянуться. И, кстати, ребят, вот сейчас мы сможем посмотреть на разницу в настреле и в результативности между Каумф Панзером 70 и этой машиной. Честно говоря, в выборе между этими двумя тачками я брал бы себе все-таки Каумф Панзера 70. Не в отношении доходности, не в отношении результативности, а просто в отношении комфорта, удовольствия и, так или иначе, фана от игры. Для меня самое главное, чтобы, поиграв на танчике в бою, я вышел из боя с позитивным, хорошим настроением. В основном на ВЗ я выхожу из боя не то, чтобы в подавленном каком-то состоянии. Безусловно, что-то хорошее в этой машине есть, но какого-то прям вау-эффекта машина на меня не производит. Не знаю почему. Многие хвалят данную машину, многие ее порицают за какие-то недостатки. Я же к ней отношусь абсолютно спокойно. Ну вот, отыгрывая от башни, пряча свой нижний бронелист, вы можете абсолютно комфортно, нормально танковать выстрелы ваших соперников. Ну а вот время перезарядки, как вы видите, очень сильно не хватает. Очень сильно не хватает возможности вовремя перезарядиться. Будь это время перезарядки хотя бы, ну хотя бы на секунду-полторы быстрее, то сейчас я бы мог абсолютно спокойно забросить в ПТХу дополнительных 450 единиц урона. Но, к сожалению, как есть, так есть, и конвой умудрился спрятаться от меня. Так, СТ. Обидно, обидно, ну не видел, честно говоря, куда стреляю. Но да бог с ним, спугнуть, спугнул. Ребята сейчас подтянутся, подтянусь и я, пользуясь своей великолепной маневренностью и подвижностью, и попытаемся сделать чего-нибудь еще хорошего в этом бою. Что касается времени сведения, в целом нормально. Я бы не сказал, что оно какое-то там совсем дискомфортное. Что касается точности по орудию, не буду ничего плохого говорить, потому что сказать плохого нечего про эту точность. Что касается альфы. Да, действительно, альфа очень хорошо помогает, вот допустим, как с тем же самым комвоем, отправить соперника в ангар, когда он не является прям совсем недобитком. Ну, понятное дело, что легко отправить того, у которого 300, но вот когда за 400 перескакивает, 430, 450, то, как правило, ребят, даже если 450, вы все равно отправите соперника в ангар. Что мне не нравится в этой машине? Мне не нравится в этой машине скудная подвижность. Мне очень сильно не нравится медленно, вяло катиться по карте и дожидаться момента, когда я смогу выстрелить, когда все-таки орудие перезарядится. Второе, то, что мне не нравится, это процесс того, как видите, мы сейчас откатываемся назад, вот процесс сдавать назад, чтобы спрятаться куда-нибудь за какое-то укрытие в случае необходимости, этот процесс, он превращается в какие-то адские муки. Машина назад практически не едет. Чем мне нравится данная машина? Она нравится мне тем, что она действительно дает неплохой урон за выстрел. Я не говорю сейчас, ребят, о настреле в виде ДПМа, я сейчас говорю о том, что есть возможность накидывать хороший урон за один выстрел, таким образом, как мы это видели, добирать кого-то. Но в целом, я не могу сказать, что геймплей доставляет мне лично какого-то рода высокий уровень удовольствия. Все-таки КПЗ тот же самый 70-й гораздо интереснее будет, К91 тоже в разы лучше будет, хотя это барабаны, сложно сравнивать барабанные и небарабанные танки. Но все же, ребят, не совсем та машина, которая должна продаться за 20, за 18, допускай даже за 16. За 16 в составе набора с полными плюхами, с внешним видом, да, окей, но не в голом ее состоянии. Вот такая правда жизни, я надеюсь, разработчики не заберут после этого у меня пресс-аккаунт, все-таки они сами гарантировали мне свободу слова. 1780 единиц нанесенного урона и 2 уничтоженных соперника, именно благодаря тому, что хорошая альфа. Что касается фарма, то не в минусе, но и в особом плюсе вы выезжать на нем не будете. Что касается, ребят, нашей результативности по команде, то среднячком. Почему среднячком? Потому что долгое время перезарядки и потому что мы реально постоянно не успевали доехать туда, куда нужно, для того, чтобы там быть полезными. Обязательно похвалим наших ребят из команды, они действительно классно отыграли, несмотря на то, что мы вышли из боя с поражением, они достойны того, чтобы мы проявили к ним уважение. Ну а соперники уж тем более достойны того, чтобы их уважили, они выиграли абсолютно честно. Это было, ну, по справедливости, мне кажется. Вот такой вот он, WZ-114. Покупать или не покупать на аукционе, для меня лично вопрос вообще не стоит. А будете ли вы ставить перед собой этот вопрос сами, это уже дело ваше. Если вы за честность автора, если вы за то, чтобы вам не заливали ничего в глаза, обязательно прямо сейчас подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Я всегда вам рад. Спасибо большое за просмотр. Мира вам и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил Дим free Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Продолжение следует...